Всем привет! У меня все тот же день, ну а вы увидите это видео уже на следующий раз. В общем-то, что я решила заняться балконом. Сейчас я все белье поснимала, занесла, пораскидала где-то сверху на сушилку, оно уже полусухое какое-то, уже прям проветрило. Ну и сейчас займусь уборкой на балконе. Хочу все повыносить, там много чего нужно спустить в кладовку, много отправить в гараж, в общем-то, поскладывать все банки, мелкие банки тоже унести в подвал. Трехлитровые оставить уже скоро будем солить, квасить капусту. Банки пригодятся, поэтому уносить их даже не буду с балкона. Ну, в общем-то, на виду порядок так. Но вас беру с собой, на такую мотивацию, на осеннюю мотивацию на уборку на балконе. Уборка балкона перед зимой. Ну, как-то так. Сейчас покажу вам всю красоту моей сегодняшней работы предстоящей. Этот балкон вообще прям без конца и края захламляется и захламляется. Пойдемте, покажу вам свой фронт работы. Здесь у меня играет музыка. В общем-то... Та-да-да-дам! Трэш-контент снова у меня. Трэш-шак просто. Вот у меня стоит там электросушилка. Я уже ей ничего не... Блин, говорю, в банку. Эх, отдает. Отодвину. Электросушилку отнести в подвал. Кастрюлю двухведерную в подвал. Таз большой в подвал. Корзинку в гараж. В общем-то, тут овощи, еще баклажаны имеются. Ведра тоже какие-то в гараж. Какие-то в подвал плед там вот лежит. Его надо вообще постирать. Им укрывали мешки, поэтому тут лежит грязный. Короче говоря, банки тут вот, видите, все нужно перебирать, все убирать. В общем-то, окна мыть не знаю. Не знаю. Может, внутри и помою, но снаружи даже и не буду и тыркаться туда, и мыркаться. Бесполезно. Ой, здесь тоже трэш, плиточка моя в пакетике. Вот, уносить ее не буду, так как у нас в последнее время прям зачастили. Отключать газ. Не отключать, он заканчивается. Вот про вот эти вот баночки я вам говорила. Вот эти вот с тонкими, с узенькими горлышками. Таких крышек у меня нет. Я понимаю, что крышки сейчас все продаются, но мне ни к чему. Это бутылка там еще рядом. Банка непонятно с чем. Там тоже я их, просто когда у меня не было уже надежды, я просто брала все, не думая, как я это все буду пропаривать, стерилизовать те банки. Поэтому сейчас я прям буду все выбрасывать, это все ненужное, так как мне уже бана предостаточно. Хватит мне. Да, кулема? Ой, нога до сих пор у меня щипет. Расцарапала меня. Такая у нас сегодня погода. Здесь коврики висят с туалета. Позавчера я там драйвила все. Ну, не снимала все, драйвила, передрайвила, коврики поменяла, постирала, свеженькие положила. Погода прям сегодня вообще классная. Погода, говорю, так и шепчет. Ну, у меня свои дела, своя уборка. Так что здесь у меня тоже помидорки. Ладно, займусь уборкой, вас беру с собой на мою такую мотивацию, на уборку на балконе. Да, Беллочка, кулема? Погнали, девочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то делать на балконе... Обычно я прихожу суток, смотря в каком состоянии я приезжаю с работы. Иногда бывает, помоюсь и меня просто рубит. Иногда бывает, помоюсь и у меня, знаете, прям какая-то активность появляется. Хочется прям горы свернуть, развернуть. Прям вот знаете, прям вот такой настрой боевой. Ну вот этот вот, наверное, случай редкий, но сегодня произошел, что я прям вот разошлась и разошлась на уборку. Как я вам уже говорила, ставни снаружи я решила не мыть, потому что их нужно все-таки снимать. Туда вот забираться, залазить на улицу, высовываться на улицу, чтобы их помыть не получается, потому что они заезжают одна за другую. Поэтому я их просто снутри все промыла, протерла потолки, стены, шваброй. Все прошла, все поверхности, пропылесошу, вымою пол. И все замечательно, все будет чистенько и свежо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, знаете, наверное, я больше предпочитаю наводить на балконе уборку либо весной, где-то в апреле, либо осенью. Хотя бы просто на нем не так жарко. Вот сегодня я убиралась, мне было прям комфортно. Да, я даже задувала такой, как казалось, леденящий ветерок, я даже прикрывала ставню. Но от того, что я двигалась, мне прям было довольно-таки комфортно по температуре. Просто прикрыла ставню на балконе, и вот прям мне было реально действительно прям хорошо. Хотя вроде бы светило солнышко, периодически находили облачка тучки, то темнело, то светлело на улице. Но, тем не менее, ветерок был прохладный, мне было комфортно убираться на балконе. Я на балконе убираюсь, признаюсь честно, не часто, вообще как-то, знаете, не получается часто. Для меня прям вот начать уборку на балконе, это прям собраться с мыслями, это прям, знаете, подготовиться к чему-то такому большому, конкретному, чтобы навести порядки на балконе. Потому что, как правило, на балкон выносится просто все, и банки, и кастрюли, и мешки, и какие-то там даже для балки, наполнитель для туалета, то есть выносится буквально все. Это как дополнительная комната в моей квартире, это как кладовка, можно сказать, поэтому выносится все. И поэтому, чтобы мне начать подготовить себя к уборке, прям это, знаете, морально нужно мне подготовиться, поэтому я, ну, как правило, не часто это делаю, конечно. Хотелось бы намного чаще. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, у меня очень много в обиходе кастрюль, у меня очень много всяких сковородок, мантоварка, ну, в общем-то, очень много такой крупной посуды, которую, к сожалению, на кухне хранить мне абсолютно негде. У меня шкафов не так много, и они все заняты. Вот, конечно, если бы у меня были высокие потолки в квартире, я бы сделала дополнительный ярус на кухне со шкафами, чтобы можно было эти все кастрюли, извиняюсь, упаковать на кухне. Поэтому у меня все кастрюли, почти все, находятся на балконе. Я ими всеми пользуюсь, периодически, но пользуюсь. Я не могу лишить себя этих кастрюль, там, отнести половину, там, в кладовку, либо в гараж вывезти. Не могу, потому что я ими всеми пользуюсь. Так, ну, все, с кастрюлями разобралась, со сковородками приступила к полу, пропылесошу половичок. Снимать я его не снимала, потому что он там под тумбочкой был заправлен, я уже не стала туда лезть. Швабра здесь пройдусь, полы помою, потому что там вообще никак не расположится, балкон очень узкий, поэтому пришлось хотя бы так. Ну и все, все помыла, протерла, без вас уже, домыла балкон и все уже заношу потихонечку на свои места. Так, ну что, все, бралась я на балконе, конечно же, опять все завалила, но без этого никуда. Здесь у меня овощи, баклажан, тут помидоры, капуста, то есть там в пакете лук, то есть никуда это ничего не уберешь, вот так оно все, конечно, и останется. Былкий наполнитель, я, честно сказать, не видела, что в этом хламе у меня тут лежало три пачки наполнителя. Ну вот на днях были в доброцен, и еще упаковку купили, в упаковке четыре упаковки, четыре пачки. Короче говоря, теперь у меня тут вот целый батальон наполнителя, мы меняем ее часто, поэтому уходит быстро. Так что вот так вот, все отмыла, здесь эту половину морозилки заставила кастрюлями, чтобы лазить было, не мешалось, на эту половину уже ничего не ставила. Вот, да, Былочка? Была. Здесь, конечно, тоже все в кастрюлях, в сковородках. Скажете, убери это все, зачем оно тебе? Мне, честно сказать, кастрюли все нужны, я пользуюсь абсолютно всеми, что у меня тут на балконе имеется. У меня семья, поэтому я, в общем-то, пользуюсь всем, что есть, все посуды. Когда живешь один, ну хотя бы двое, тогда наполовину было бы меньше посуда. Вот так у меня всего тут коврики чистые лежат, всегда здесь на ванне сундучок сложу их, сейчас сюда еще ведро поставлю половое, в котором мыло. А не половое, в котором мыло тут все. Соседка там на балконе ругается, слышно. Кричит что-то. Короче говоря, вот так. Стекла с этой стороны тоже все протерла. Снаружи ничего не мыла. Здесь тоже помыла. А, сейчас я еще, знаете что, в зальнюю дверь, вот эту вот балконную, тоже надраю я ее просто. Я ее не мыла, сейчас я ее начищу, надраю. Ну а зальнее стекло снутри я буду мыть уже, когда буду в зале убираться. Самое главное, здесь наруженное мыло, начистила его, пока мороза нету. Так что так, как-то так. Ну балкончик по ряду привела, зато в зале. Сейчас покажу, что творится. Вот, короче, тут что в зале творится. Но это все я сейчас разберу. Что-то в мусорку, что-то пойдет в гараж, что-то пойдет в подвал. Огурцы вот надо взять, в кухню отнести, семена уже с них выпустить, уже можно выпускать. Поэтому не пугайтесь, что у меня тут такой бордель остался. Отсюда нельзя с огурцов семена повынимать. Какие-то тряпки тоже повыбрасываю. В том пакете у меня уже мусор. Сейчас сюда еще такидаю мусор, что здесь не нужно. Вот, и повыношу. Ну и плюс, конечно, вынесу в подвал. А в гараж уже, наверное, вечером как поедем. Это, за картошкой, за морковкой. Тогда уже отвезем в гараж. Там вот корзинка. Что там еще в гараж? Ведерки. Ну, посмотрю, что еще там. Так, у меня плед постирался. Сейчас я его буду развешивать. Ну вот, как-то так. Такая у меня была сегодня уборка. Так что такая у меня сегодня была уборка. Вот такое у меня сегодня получилось видео. Вот. Всем огромное спасибо за внимание. Вот что-то я вся аж припотела. Хоть тут все открыто. Все здесь пооткрывала, чтобы прохладный воздух шел в квартиру. Ладно. Сейчас я уже тут буду убирать без вас. Плед развешиваю. Начну здесь разгребать. Пойду в подвал схожу. Там отнесу вот половину из этого барахла. Потому что Ваня вряд ли. Никто не любит ходить в наш подвал. Вот вообще никто. А с вами мы увидимся немножечко попозже. Будем с вами убывать еще зальнюю дверь. Вот это точно. Мы еще с вами увидимся. Дверь намоем. И на этом буду видео заканчивать. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok